и снова лето у нас и снова летом всем привет дорогие мои у нас теплы 18 градусов получ опять травопалением занимается что вот это вот это и вот это посмотри что это не это не 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 это вот эти корни вот от этой желтенькая не знаю как она называется говорили ничего не станет вот таких насыпано вот эти вот я ведь не трогаю это же тут хокусы я тебе сказала здесь кругу что полы я сказал здесь крокусы сидят попробовать он видишь он сзади у меня оторвал корни у кого вот хрен думаешь уже залез посмотрю посмотрю сейчас я посмотрю подожди я еще уголочек тут не выпало я тебе сказала тихонечко здесь травку я тут не трогал так же ты меня не ругай не ругай я бить уже буду не только ругать палочка помогает мне палочке из-за грядочку молодец палочек вот этот еще тоже убери а мне не достать было уже туда к концу отнеси помогает мне мою работу мою работу делает пойдем сейчас уже обед будет готов вот это сейчас то дело вон там еще не убран у тебя уголочек вон я там не знаю сейчас уже обед я довариваю обед купили вчера лаваш сейчас хочу сделать посмотрю или треугольнички сделаю или рулеты для этого значит мне понадобится два отварных яйца вареных лук зеленый предварительно я его потолкла а вот столько порезала не знаю есть еще там много будет пока ладно значит вот с луком зеленым и с яйцом одни сделаю а другие сделаю сыром и чесноком сыр хотя конечно хотел хоть мягкий но не оказалось того который я обычно беру на такие вещи взяла вот такой пластиночка я как-то делала делала вот с таким сыром и сколбосой мне не нравится я аж не люблю вот это все можно сделать курицы но я делала кто видел кто смотрит постоянно кто знает сегодня сделаю вот такие попроще один лаваш разрезала на рулетики почистила яйца можно их порезать можно на терке натереть айфилкой разомну роли не играет разомну вилочки соединяю зеленым луком да еще такой момент надо бы рулетики промазать печенезом кетчевом и майонезом промазать но я кетчуп не купила я даже не подумала они у меня было немножко вот получено днях заставила буду ехать он валяется вот и дома от пасту выбросила вчера же дня была куплена магнитина такая какая-то некачественная потеплась на 3 пакете я выбросила но неважно можно и так не обязательно мазать но конечно было бы вкусней и перемешиваю вот такая масса получилось я немножко посолила когда толкала лук ну и вот решил ребята все таки смазать немножко сметанкой чтобы не было как сухо помягче был лавашик скажем так попробуем так вот так вот сметаночкой размажу майонезом не хочу там майонез да тут майонеза слишком будет майонеза но ну я буду выкладывать наше лицо луком ну все и будем сворачивать делаю всегда и акцент сворачивайте лаваш вот с уголочками остренького видите у меня все были положены остреньким иголочком потому что как удобно лучше он завернется на вашу я сразу клала мне с острым кончиком и у меня заворачиваться как бы он завернется вот так хорошо и сделаю на гриле раньше я обжаривала их на сковородке как вот сделать то вас ребятки тут разложить 4 оставим на 44 сделаю 44 таким образом так и включаю гриль попробую я еще ни разу не делала на гриле все время делала на сковородке потому что гриле не было у меня раньше сейчас посмотрим как получится тут мы ждем пока ждем будем делать следующие если бы у меня был мягкий сыр я бы натёрла чеснок прямо в мягкий сыр но вот у меня такой сыр поэтому чесночок я натру и расподяживаю его майонезиком и намажу уже лаваш майонезом с чесноком много намазывать не буду так я не делала ни разу я делала с мягким сыром попробовала вот на такую достаточно одного зубчика я хочу сделать треугольники поэтому получится меньше если этих получилось 8 рулетиков да получилось то треугольничков получится меньше глянем что тут у нас как тут у нас вышки вот так сохло нам же не буду чтобы они приготовились сварились можно чтоб они подсушились а хрустящим кем здесь нарезаю вот такие полосочки до чего уж лаваш тонок так и написано тонкий армянский лаваш вот середина так просто я даже не могу сказать не знаю там смогу ли я в чину хорошо буду заворачивать и вот там что-то завернется да пусть очень тонко вот так получилось 5 конечно не 8 8 конечно выгоднее рулеты сделать такой хвостик остался намажем майонезик и намажем как там у нас девушки все хорошо все тоже готовы у меня с кетчупом конечно было бы вкусно готова все готово так а мы продолжаем дальше и начинаем сгибать вот так можно добавить колбасу кто любит она разоговорила я не люблю не хочу я делала с колбасой не нравится такие треугольнички вот такие опять треугольнички получились и кладу опять же их на гриль уже все не влезут наверное у меня не наверное они влезут это точно влезут 4 но ничего страшного 4 так 4 один отдельно сделаем так и включаю по новой ребята решила один рулетик треугольничек палычу сделать колбасой вам заодно показать раскрутила его развернула взяла колбаски можете вареный я взяла копченый колбаски кусочек ну и все и точно так же вот тут у нас уже тоже все готово это не сгорел это это такой лаваш был зажаристый сделан лаваш очень вкусный вот я все вынимаем это был такой зажаристый лаваш так вот этот ставим палычу треугольничек ну вот палычу сюрпризом уже уже готов пусть немножко чтобы зажаристый будет вот такие получились треугольнички вот такие рулетики я конечно люблю больше сыра и все у нас в семье вот мы раньше часто ходили по кафешкам все у нас любят мясо а я люблю рыбу куда мы не пришли девчонки там вот когда жили здесь в архангельске с викулей но викуля у нас любит котлетку с пюре у нее любимое блюдо легко накормить у нас юля всегда брала допустим мясо в горшочках палыч шашлык всегда а я рыбу я всегда беру рыбу где бы я не ходила я не мясоед юля мясоед не в меня наверно пошла и допустим любят колбасу да в основном а я люблю сыр нет колбаса тоже даром нибудь потому что сейчас нет нормальной колбасы конечно покупаю получу и сама кусочек всем я не говорю что уж прям я совсем как котлеты вот магазинские я не ем их от слова совсем никогда и нигде я не буду их есть только своедельно или где-то может быть в кафе бы я люля кебаб взяла бы что-то такое то бы наверное взяла рыбу предпочла бы тоже самое колбасу я лучше сыр так 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 выключаем а тут участка разговорами то свою сгорит все все выключила салфеточка сюда и из губки помочу ее вот так вот и сделаю гриль выключен он пока еще горячий немножко наверно мочить достаточно сейчас разойдется и вот так вот закрываю и все буквально я приду с этой салфеточкой и сухой тряпочкой и все мыть совершенно вообще одно удовольствие и сухой тряпочкой вообще замечательная штука очень мне нравится шикарно овощи получаются вообще сосиски сосиски мы делали уже неоднократно овощи я делала кабачки потом перцы бутерброды получаются толсты уже незаменимая штука я думаю хозяйстве а лучше спит нахрапывает всю вкусноту с пылу с жару проспал я уж не лужу потому что может чувствовать плохо так сладко храпит встанет а не значит не с пылу с жару я попробую просто минимум продуктов максимум удовольствия хоть на завтрак хоть на перекус приготовили для своей семьи ну кого нет гриля может на сковородке пазарик палыч выспался снимает пробу сейчас попробуем что в серединке сегодня что-то не урчит а мычит попробуем конвертик там сюрпризом у тебя не с сыром я тебе же положила там колбасы вкусно да как получит вот человек все есть что не приколочено все любят все вкусно то что то есть Какая красота. Что ты видишь? Что ты проспал горяченькими они были когда? Я уж не стала тебя будить. Думаю, так сладко спишь, храпишь. Не стала. Думаю, я-то люблю, когда остывшее, все люблю холодное. Я даже когда в кафе беру, допустим, пирожки, там, всем-то вам подойдете. Я говорю, нет, ни в коем случае. Я люблю остывшее. А он-то бы горяченького спалил в жару, но ничего. Так, вкусняха, да? Субтитры сделал DimaTorzok